На Украинской Академии проводится конкурс «История моей семьи». «История моей семьи» Дедушка начал собирать много информации о ней. Собрал очень много этой информации. И она сохранилась до сегодняшнего дня. Моя мама тоже стала собирать информацию обо мне. Но когда я пришла в первый класс, я услышала в этом конкурсе «История моей семьи». Но мы захотели поучаствовать в ней. И всю информацию, которую сохранил дедушка, мы оформили вот в такой вот прекрасный альбом. «Мамочка» — самое красивое слово в мире. «Мама» — это самый родной человек для всех. И мы сделали такой альбом, чтобы все поколения знали о моей родной маме. И хочу, чтобы этот альбом, чтобы вы тоже делали такие альбомы о своих родителях. Об этом скромном, но тем не менее бесконечно преданном своему неру человечеству. Он родился в Ивановской области, в семье Шахтера. Детство его проходило в тяжелые годы войны и послевоенные развития. Но несмотря на тяжелые годы детства, в юности он поступил в Харьковский юридический институт в 1958 году. Вся его дальнейшая деятельность связана с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. Можно с ними познакомиться и узнать о них лично и услышать что-то о себе. Так вот, вы совершенно другие глаза не смотрите на меня. Честно говоря, когда я в Укьяннице читала ваши работы, у меня даже комборно стоял, потому что когда я узнавала о ваших прадедушках, не просто ветеранов войны, не просто тех, кто награждет медалями, орденами, но когда вставала человеческая судьба, подсвет которой этой судьбы ложится и на вас, потомков тех, о ком вы пишете. И вот у меня возникало чувство гордости за того человека, который является вашим родственником, который передает вам по наследству все самые благородные, все самые высокие нравственные качества, которые он обладает. Это мой папа, Акопян Григорий Акопович. Он был призван в ряды Советской Армии в 1986 году и выполняет свой гражданский долг перед Родиной в Афганистане в Советской десантно-штурмового батальона на одном из самых трудных участков в городе Кандаган. Это была война советских войск с маджахетами, или как их называли наши солдаты с духами, которая длилась долгих 10 лет. Советские войска были введены в Афганистан в конце декабря, а на 1979 года, а 15 февраля, а на 1989 года последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Это была страшная война. Всего за этот период в войсках на территории Афганистана прошло военную службу 620 тысяч военнослужащих, 26 тысяч из которых погибли, выполняя свой интернациональный долг.